Сегодня, наверное, тяжко уявить, что некогда тут находилась немаленькая веска бесить. Больше 20-х годов тут жили люди, а после Чернобыльской катастрофы их отселили. Некий час тут заставались еще и так званые самоселы, а теперь и их уже нема. Правда, местовые могилки не закрыли, хавать тут можно и зараз. А вось для свободных наведываний на протягу года, и они открыты, и в сегодня как иден, подчас радовницы. Здесь дедушка, бабушка, сестра бабушки, отец, много родственников. Практически род отца отсюда, с беседы Ветковского района, готовые уже нету, к сожалению. Неогдяйте на то, что могилки находятся в зоне отчужения, тут постоянно потребуется парадок. Когда подчас радовницы его наводят родные похованных, то весь остатный час работники зоны и специалисты районных отделов по незначительных ситуациях. В минулом году в окол могилок провели супертипожарные мероприемства, непосредственно на территории спиловали аварийные древы. Думаю, что со мной будут солидарны все бывшие жители, односельчане и низкий поклон администрации зоны отчуждения Ветского района за заботу. Прозвище Вашенко у беседы, напевно, было самым распосюджером. По великим рахункам, подчас радовницы на могилках сострекаются не просто знаемые, какие зараз живут в разных городах Беларуси, а ли близкие и не вельми близкие родные. Шматы кто привозит детей и унуков, ка памятали об своих протках. Это ж наше наследие, чтобы знали родственников своих, корни. Алексей Юзянков приехал, ка падать Данину по ваге своему батьку. Кажа, что той помер, ка и хлопчику было всего пять годов. Здарвался это еще в 1955-м, але некоторые моменты память заховала до этого часу. Я его помню, он был трактористом, и на тракторе такой был трактор с зубцами, задние колеса были зубьями, с такими огромными. Вот мы с матерью пошли у поля, понесли ему обеды. Вот он меня прокатил на этом тракторе, вот это мне хорошо запомнилось. Сегодня только в Ветковском районе, в зоне отселения отчужения, находится 47 могилок, на яких постоянно потребуется парадок, плюс десятки похований у иснующих населенных пунктов. У гэты дни тут так само шмат людей. Инча справа, что за часом шмат чего забывается, особливо, когда после смерти человека отбылись и некакие революции и сусветных войнов. У ветцы, помники, которые сами стали светками истории, можно убачить и зараз. Час идти, и у шмат, какого, с похованных на ветковских могилках, навод и родных, напомню, уже не засталось. Вот этот помник установлен в первой половине 19-го сагодя. Когда меркать по надпису, тут похована Ксения Дребенцева, и которая померла в лютом 1846-го года. Тяжко сказать, ким она была, але помник явно не Танны. Шмат, кто наведал могилки и навел парадок еще подчас подрихтовки до Радовницы. Причем выключениями не стали братские могилки военных часов. У вёстых Хальч знаходится похование маль тысячи россиян, которые загинули подчас вызволения населенного пункта в 1943-м годе. У Червоную армию молодых людей прозвали одразу после вызволения Бранской области. И усеяны, но за все ды застались и у Хальча. Але дякуючи у Тымляку и их подвигу, веткушина сегодня не только живее, але и развивается. В этом году у райцентра проводится масштабная реконструкция, якая не просто надала городу новый выгляд. И он стал без переборщивания больше утульным для життя. Мясцовые же хары памятуют об своих протках, але живут сучасным и плануют будучи нюм. Очень красиво, обновленный город получился. Все свежо, так как-то по-весеннему. Удобно, очень много тротуаров красивых сделать для детей, кататься, гулять. Как бы очень хорошо. Олег Сентеров, Максим Славин, Телеродокомпания «Гомель», Ветковский район.